Всем привет! С вами ArtColor и сегодня мы рисуем осенний пейзаж. Итак, начнем с наброска. Давайте наметим линию горизонта. Она у нас выше середины, примерно здесь. И главный центр нашего внимания это вот деревца. Оно стоит у нас в луже. Давайте его вот так вот выдвинем вперед немного. Оно у нас разветвляется. Вот одна сторона и другая сторона. Ну и вот всякие веточки у этого деревца. Вот у нас такая корона дерева большая. Чуть-чуть его пододвинем. И там на дальнем плане у нас также вот больше в ряд идут всякие такие деревья. Можно их условно показать. Главное дерево у нас будет вот это. Вот еще будут листочки попадать, но это мы оставим после. Так, ставим отражение сразу. Ну вот, крона в отражении. Ну и вот здесь тоже у нас все будет отражаться. И такие вот у нас волны, которые идут на нас вот с этой стороны. И вот с этой стороны в другую сторону. Вот так. Итак, я беру голубой, сильно развожу его водой и начинаю проходиться по небу. Сильно не ярчим и не закрашивайте кроны деревьев, потому что они у вас потом станут зеленые. К нашему голубому можно добавить ультрамарин, примерно 50 на 50. И вот этот верхний угол левый с вами еще раз подкрасим. Я возьму лимонную желтую и закрашу весь данный план данным оттенком. Сюда же добавляю охру. Пока листик влажный. Таким вот, видите, я не прям закрашиваю, а дотрагиваюсь и акварель расплывается. И таким образом мы с вами собираем наши деревья. Пока лист высыхает, можно взять оранжевый оттенок. Если у вас нет данного цвета, то возьмите красный и желтый и смешайте их между собой. И вот оранжевым уже можно больше такие очертания придать. Что вот желтенький, например, на дальнем плане, а оранжевый вот он перед нами есть. Можно прям такую форму деревца придать. Можно взять ярко-зеленый оттенок сюда тоже добавить. У нас не все листики стали еще желтыми и оранжевыми. Можно вот добавить зеленцы в том числе. Такая вот у нас разнообразная синяя структура лиственная. Работаем с отражениями. Я смачиваю лист вот здесь, на той разметке, где мы с вами наметили отражения у деревьев. И берем сначала также желтую, лимонную сюда закладываем. Добавляем к ней охру. Я возьму в этот цвет сиена жженая плюс сепия. Добавлю охру и капельку оранжевый. Это будет синевая сторона нашего дерева. И мы ее с вами закрашиваем. Вот она. Спустит. Я беру желтую и темную. И добавляю там, где у нас будет сторона света. Вот так. Дальше. Беру больше сиеныш и смешиваю с оранжевым. Добавляю немного сепии. И по стороне тени прохожусь, показывая листву. Уже более такая темная тень будет. По стороне света тоже под листиками может быть небольшая тень. Мы ее заложили и быстро вот так вот кисточкой примяли. Примяли. Растушевали. Берем оранжевый цвет. Добавляем. В том числе его можно немножко добавить на сторону света. Беру больше желтый и темный. И добавляю. Теперь можно поработать с отражением. Начинаем. С вами берем оранжевый. Оставляем здесь также у нас полосочки под отражение голубого цвета неба. Берем желтую лимонную. Ее кладем выше. Вот так. Итак, я беру сену шумную, оранжевую и капельку сепии. И уже на этой готовой основе показываю теневую часть дерева. Споласкиваем кисть, вытираем. И здесь опять-таки на стороне света приминаем наши оттенки. Также еще и сглаживаем на стороне тени. Берем оранжевый и добавляем рядом. То же самое делаем с другой стороны. Только здесь оранжевый мы с вами опять-таки немножко сглаживаем. Берем лимонный и добавляем. Особенно на стороне света. Продолжаем работать здесь. Добавляем больше полосочек вот таких. Берем голубой и начинаем вмешивать его в эти полосочки. Причем аккуратно. Чем дальше от нас, тем он светлее. Значит, добавляем больше воды. И делаем это в том случае, если у вас полосочки уже высохли. Продолжаем. Добавляем сиену жженую и показываем на дальнем плане веточки деревьев. Делаем это тонкой кисточкой. Делаем это аккуратно. И обязательно повторяем это в отражениях. Примерно. Вот так. Эту линию тоже нужно мягко просушивать. Добавляем в цвет больше сепии и показываем наше деревце. Берем больше сепии. Берем больше сепии. Можно добавить немножко голубого. и показываем самые темные места на дереве. Показываем веточки. Все это надо делать только в том случае, если у вас уже высохла работа. Добавляем сюда вариант. Добавляем сюда вариант. Этим же цветом. Можно взять еще сепии. Добавить капельку голубой. И вот некоторые сделать прям более четко. Беру сиенную. Добавляем оранжевый. И прохожусь вот здесь. Кстати, вот этим темным оттенком можно указать границу берега. Добавляем. Добавляем к этому цвету больше голубого. И ультрамарина. Покажем прям такие темные полоски голубые. Все это немножко растушевываю на концах. Чтобы не было такого четкого у нас прям края. Показываем движение воды. Так что берем оранжевый. Добавляем в те моменты, которые высохли. Теперь берем белую гуашь. Добавляю в желтый. И выделяю наше дерево. Такими красивыми и яркими листочками. Споласкиваю кисть. Добавляю оранжевый. И данным цветом прохожусь по ярким моментам со стороны тени. Беру просто беливо. И со стороны света показываю яркие листики. Добавляю беливо к сиене шоуны. Сепий. И показываю яркие моменты на деревце. Также можно взять чисто белый цвет. Добавить к оранжевый. И пройтись вот именно по краюшку. Возьму еще раз степию сиену шоуну. И повторю здесь также отражение. Можно взять вот этот вот оранжевый яркий. И добавить его вот сюда. Дополнить полосочки. Я перупилила. Добавляю к голубому. И прохожусь цветными полосками по работе. Так же можно аккуратно, когда высохнет, добавить просветы в листве. Также возьмем просто оранжевый акварель. Добавляем еще отражение. Можно и сиену шоуну также взять. Добавлять рядышком. Я возьму чисто белый цвет. И поведу вот, например, вот одну линию. Вот так вот. Другую вот здесь схватила. И вот ее повела сюда. Еще одну взяли и тоже вот так вот повели. Вот так. Здесь показываем. Ряд такой ее здесь много. Прямо возле дерева. Тоже потом взяли и повели. Смешивается хорошо. Взяли и повели. Взяли. Можно взять сиену шоуну плюс сумбру. Капелька оранжевый. И там, где у нас просветы, добавить вот такие вот темные листики. Не смешивайте это с белой гуашью. Все это надо делать, когда она высохнет. Вот так. Можно взять оранжевый. И без гуаши также добавить рядышком сюда. Можно кисточкой немножко здесь вот так вот растушевать полоски. Добавляем в этот цвет голубой. И на дальнем плане можно подчеркнуть полосочки. не закрашивая при этом основной цвет. Тоже аккуратно растушевываем. Ничего не закрашивая. Добавляем. Добавляем. с ультрамарином. И с нашей стороны тоже можно подчеркнуть темноту. так вот. Она добавляет на стол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, и на этом мы с вами заканчиваем. С вами была ArtColor. Спасибо за внимание. Увидимся в следующее воскресенье.